это следующий этап экспериментов выращивания росков редиса вот уже появились ростки они тянутся уже начали интенсивный рост вот показываю я в какой грядочке какого размера растения пока лидирует плюс минус вот видно плюс минус и контроль в контроле данная данный полив представляет собой воду которая обработана с помощью озонатора то есть я купил устройство газонирования воды специальные кита подаются установки после озонирования соответственно после фильтрации там есть еще одни очень интересные нюансы которые пока раскрывать не буду при обработке там еще дополнительные используются некие устройства это ноу-хау при покупке технологии обработки воды для жизни эти ноу-хау я раскрываю так в общем то в общих чертах это озонирование и фильтрация через угольный фильтр будем называть это так плюсовая клемма это высоковольтный трансформатор это блок питания от лампы чижевского и там две клеммы плюс и минус соответственно два контакта специальной порсунки и обработки воды представляешь собой скажем так некий генератор не электромагнитные компоненты включающий магнитную систему на постоянных магнитах и обкладки конденсатора все это расположено если смотреть электрические и магнитные поля они скрещиваются и через такую значит такую систему между обкладок опускается водяной поток опускается вода и соответственно на обкладке подается или плюс или минус или же разная полярность плюс-минус и вот таким образом делаются небольшие порции воды и этими порциями с помощью распылителя и не не прямым поливом это очень важный момент опрыскиваются данные растения вот видит результат то есть максимальное развитие пошло контрольный и так назвал на контрольные грядочки то есть это стимулятор биологический стимулятор то есть он способствует тому что растение начинает бурно развиваться что и видно и следующие тоже общем-то интересный результат несмотря на то что здесь как бы рост растений немножко замедлился но это говорит о том что идет ингибирование развитие то есть например для растений это плохо нам нужно можно быстрее выгнать зеленую массу получить урожай вот а что касается живых объектов то это вода обработанная таким образом она замедляет например процессы старения вот и если ее пить то это фактически вода молодость нам не нужно быстрое развитие из старения клеток нужно наоборот затормозить их развитие деления и тогда можем продлить свой возраст вот в принципе смысл этой обработки то есть она в большей степени годится для того чтобы применять это определенных для определенных целей вот то есть и плюс всех этих вещей то что жизнедеятельность сохраняется то есть я проверял раз как свеклы стрессовую ситуацию когда долго не было полива растений и растений полегли завяли вот так вот плюс минус эта водичка она в общем то своей грядочке подняла все растения хотя в контрольных и в других скажем так на грядочках с другим с другим поливом все все растения погибли поэтому это имеет смысл тогда когда необходимо определенных стрессовых условиях сохранить урожай вот опрыскать это водой и она фактически оживит растений то есть это мертвая вода если так можно выразиться то есть она сращивает то есть она поднимает вот но не способствует развитию то есть она тормозит развитие но в то же время она в общем то позволяет пара пролонгировать жизнь каких-то растений у меня сейчас находится продолжаю эксперимент то есть то грядочка которая в общем то была восстановлена она до сих пор живет и растения перестали расти то есть они зафиксировались в неком молодом состоянии в ростках вот они не растут сохраняет свое состояние то есть это как бы некая заторможенность то есть то есть процессы все затормозились ну а жизнь идет не развивается но идет это очень важный фактор который можно учитывать в плане жизни животных вот следующий этап я надеюсь это будет эксперимент на живых объектах то есть продление жизни объектов этих с помощью вот этих вот вот посмотрим что получится насколько в общем-то продлевается жизнь животных вот это покажет дальнейший эксперимент я надеюсь он осуществится пока будем работать с этими растениями среди сам посмотрим как он дальше будет развиваться при опрыскивании что с ним будет и в конечном итоге мы сделаем некие выводы подведем некие окончательные итоги по росту что стимулирует что не стимулирует что каким-то образом влияет на развитие вот это очень интересно то есть посмотрим если затормозятся затормозится рост и растений будут сохраняться в таком зачаточном младенческом состоянии то это тоже в общем то интересно определенным в определенной степени то есть мы хотим зафиксировать какое-то состояние объекта биологического чтобы он не развивался то же время сохранял жизнедеятельность то есть мы продлеваем жизнь этого вариант голого землекопа знаете об этом то что тормозится на определенной стадии развития и фактически жизнью становится вечный вот он не развивается если мы этого результата достигнем то это будет некий прорыв и люди смогут продлить свою жизнь вот но определенном этапе надо конечно стимулировать развитие клеток чтобы человек конечно не оставался ребенка всю жизнь вот как-то в общем-то достиг какого-то определенного уровня и мы тогда сможем этот уровень зафиксировать то есть это будет скажем вечная молодость будет лиц вот это первые первые шаги первые этапы которые в общем то интересны с точки зрения науки их надо каким-то образом закрепить понять почему это происходит изучить процессы жизнедеятельности развития клеток которые перестали например делиться и живут то есть зафиксировали свое состояние вот и живут очень длительное время не разрушаясь на этом закончу свой ролик результаты очень интересно еще раз подчеркиваю будет следующий ролик который в котором я расскажу как дальше эти растения стали развиваться